меня сегодня попросили снять как картинка выглядит днем я все утром снимаю или снимаю когда дождик идет нет я конечно всегда снимал но приходят новые зрители и хотят увидеть он дети уже купается вчера был дождь позавчера было два градуса мороза но дети уже купается потому что у нас озеро очень быстро прогревается оно такое неглубокое и поэтому быстро вода прогревается и купается вон и на том берегу купаются и здесь вот на этой дамбе детишки купается гремит гром люди носят воду забирают у нас воду гремит гром наверно будет дождь хотя вот те облака которые вы видите белые они над волгой то есть вот волга когда меняется температура начинает испаряться вот такие огромные появляются облака но к нам они не придут они как правило там и проливается тем более что ветер вот южный из юга у нас конечно дожди бывают у нас как раз основном юг юго-запад то откуда дожди могут приходить с других сторон волга за их ограничивает воду о люди сколько берут там у них еще несколько налито бутылочек их очень интересное я вам хочу конечно открыть самую большую тайну которую хранит пистяковский район уже наверно лет 40 лет 40 я не знаю правильно ли я делаю вам это рассказывая потому что это так немножечко но не государственные тайна но тем не менее это пистяковского района тайна дело в том что здесь лет 30 наверно назад лет 30 назад проводили исследования и пробурили три большие скважины ну кто знает пистяковцы это две на крахмалопаточном бурили одно вот здесь на молокозаводе бурили в общем пробурили три глубинные скважины которые здравствуйте попали нравится вам наша вода да вы регулярно ездите берем а вы как-то много вы далеко что ли живете да из нижнего новгорода вот это чудеса может вам побольше дать бутылку меня есть транспортные бутылки вот так друзья из нижнего новгорода приезжают сюда за водой это 130 километров ну вот сколько я увидел они взяли они берут литров 150 набирают вот пробурили 3 этих скважины и здесь я вам просто должен пояснить что ледник когда он идет он во первых срезает почву где-то как мне я сказал что на 10-15 метров один меня человек поправил нет он может на 50 метров и он перед собой толкает реки и болота у как толкает ледник это гора до 4 километров и она движется скоростью 5 сантиметров в год надвигается поэтому она тысячелетиями идет и вот последний ледник 12 тысяч лет назад отступил отсюда он где-то 8-10 тысяч лет назад вот такая это но что происходит он над собой вот за эти тысячелетия на нем накапливается столько вот этой можно сказать так пыли земной всякой этой за тысячелетия он несет над собой до 50 70 метров земли вот такой слой и когда ледник тает он оседает этот слой и вот на поверхности уже ледника еще и умывается на поверхности земли этого ледника уже нет а под землей он еще долго сохраняется так достаточно долго сохраняется такая вечный мир злота это вот пример и остатки ледника недостаточно вот он опустился и недостаточно растаявшие значит тепла на поверхности почвы и которые не растают так вот глядите очень интересная история здесь получилось я вам все время рассказываю что у нас такая вот гора подземная имеется пермского периода прям вот в основной мантии земли вот такая получилась гора который сюда выпирает но гора то просто так не бывает тут бывают сначала еще впадины то ли это произошло от того метеорита который у нас упал тут катунский метеорит говорят два с половиной миллиона лет назад упал и как раз все две трети живого на земле из-за него якобы погибло то ли он вот так сделал то ли еще что то но в общем последний ледейку шоу но не совсем на глубине где-то 80 метрах под нами находится ледник то есть у нас вот так вода земля потом лед идет а потом опять огромные водяное озеро не иссякая мы поэтому одна из скважин была признана здесь резервные скважины россии мчс а вот эта тайна о том что у нас здесь еще и ледник существует под землей она сохраняется 30 лет и ее начал хранить один из глав администрации тысячи до значит рычагов у который был когда это обнаружено сказал никому иначе заселит всю эту местность почему а потому что у нас ледниковая вода течет у нас вот из этого ледника она пробивается поднимается и поэтому всем странно как так вроде дождей нет вот я на горе живу вот там выше меня гора а с горы течет это вода в этот родник и бьет ключом то есть мы здесь еще и потребляем можно так сказать ледниковую воду причем ледниковую несколько тысяч лет назад образованные вот такая тайна не знаю прав ли я открыв вам такую тайну потому что а что ну надо понимать потому что это тайна запаса воды все говорят что там на байкале воды много и так далее вот кто нам объяснял говорит что вот наша вода может оказаться но она во-первых лучше чем байкальская это точно это сто процентов лучше у нас анализами подтверждена во вторых ее резерв может оказаться очень колоссально очень поэтому мы надеемся что здесь когда-то все будет благополучно и люди будут жить хорошо пользуясь своей водой только бы ее не отняли какие-нибудь предприниматели народ купается слатье господи парит вот прям вы не представляете как какое испарение ну что я надеюсь вам понравилась дневная картинка нашего озера вот такая красивая если хотите приезжайте сюда в гости тут найдут люди где вам пожить и что красивого показать посмотреть все спасибо за внимание